сейчас вечер 7 часов я пришла с работы немного выпала в осадок завтра у меня один выходной потом один день работаю получается ни туда ни сюда но вещи очень пахнут едой потому что целыми днями открыта дверь на горячую кухню они там все жарят шкварят все идет и у меня вся одежда пропахлась едой пошла думаю все равно надо закинуть вещи в стирку хоть они чистые но пахнут и открываю дверь а там в подвале на весь подвал стоит кровать какое-то кресло чьи-то вещи и я так понимаю что там кто-то уже ночевать собирается но у меня выбора нет мне как бы надо стирать закинула вещи не знаю может тут нельзя так в 7 вечера стирать включила всего на час потому что хочу что вещи были завтра свежие на утро честно говоря растерялась я увидела что женщина какая-то увидела меня и зашла за дом она собиралась скорее всего что туда в подвал идти может кого-то поселили там на ночь но это просто странно если хочешь взять человека там на ночь пусти в квартиру что это за жилье в подвале такая тут картина кто-то разложил свою кровать на пшик или каким-то освежителем потому что пахло стиральным порошком стиралка настирывает доброе утро всем сегодня следующий день бегу на поезд решила съездить в эту фирму сама не могу заполнить вот эти документы по заработной плате и плюс сама не до конца это понимаю все везде аббревиатуры все на немецком что ногти обозначает непонятно в одном документе одни аббревиатуры в другом документе другие короче говоря я бросила это дело решила просто поехать хочу вам лошадь показать какая она огромная красивая я опаздываю на поезд но я не могу удержаться я не знаю какие там нужные документы но я взяла свою ведомость по зарплате за год и за месяц вот такие вот ведомости взяла может там надо что-то еще обычно все свои какие-то удостоверяющие личность документы и хочу посмотреть что они скажут у меня один выходной сегодня потом я опять один день работаю два выходная такой у меня дурацкий график на выходная а потом на выходных а на выходных я хочу на экскурсию поеду не сама поеду учить язык с немецкоговорящей компании поэтому как-то так прибежала на поезд последний момент успела тут уже куча людей конечно время такое позднее но людей тут много видно все равно кто по каким делам куда-то едет хочу сегодня еще дома по убирать как обычно какие-то домашние дела стирка уборка готовка надеюсь успею сегодня сделать этот домашний бульон который хотела вот мой как раз поезд едет вовремя я подошла я понимаю что я трачу свое время на эту поездку мне туда ехать тремя транспортами поездом трамваем и еще одним трамваем получается ну я уже решила чтобы не сомневаться в прошлом году я это до конца не довела дело и в этом хочу все таки это доделать потому что в прошлом году мне просто отказали в емэнде сказали мы пошли работать вам это ничего не положено но почему и как никто мне не объяснил потому что у меня очень маленькая была тогда зарплата и я думаю что тогда мне точно была какая-то помощь такая положено но у меня не было ни сил ни желаний бороться за это все и я просто отпустила ситуацию в этот раз я уже решила это доделать более ну как бы попробую а там уже как будет я сделаю все что я могу как я обычно это делаю пока у меня есть на это силы и желания сегодня шикарная погода светит солнце что-то вам может сниму в цюрихе покажу потому что буду ехать через цюрих может вам будет интересно посмотреть опять я в обувном магазине как обычно в поисках идеальной обуви смотрите как интересно они витрины украшают так красиво смотрится светлая белая обувь мои любимые стичерсы но они что-то мне не знаю все очень-очень простые все одинаковые хочется уже что-то другого надоело чуть-чуть это однообразие такая вот витрина узкие черсов я нашла тут что-то такое более-менее интересное оказывается тут даже есть такие как босоножки но мне такие не нравятся понравились такие босоножки на лето не знаю может и как сорока вот эти блёсточки но не нравится мне у них подошва дубовая ужас вам нравятся домашние мужские тапки пол у меня холодный папа ко мне когда приедет холодно будет сейчас тут небольшие есть распродажи цветочный магазин тоже эти лютики какие хочешь для украшения балкона можно так поставить и просто разные букеты совсем не дешевые очень красивые тюльпаны интересно как в ресторане на улице лампа висят вещи как заносят в Чюрихе конечно немного такая обстановка задымленности куча машин каждый делает что хочет мне на 31 автобус такой вокзал снаружи местами такой местами другой вот в этот отель зашла женщина с вещами которые заносили в Олег в Носоке в Носоке в Носоке в Носоке в Носоке тут в центре пока еду ждала долго так автобус можно было просто пройтись пешком оказывается это все было совсем рядом тут только теперь не пойму где тут вход с какой стороны для пострелки туда вот и вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 На рецептшене оказалась очень приятная женщина Тут много людей сидит И мне сказали ожидать Сейчас заполню формуляр Такой стол Перезаписываю видео, потому что получается Микрофон был под одеждой и ничего не было слышно Зашла я туда Там на рецепшене сразу сидит девушка Можно брать номерок, но мне не было в этом необходимости Потому что людей вообще не было И мне просто сказали Дайте ваш статус Аусвайс Я показала свой Аусвайс Мне сказали, что Проходите, присаживайтесь, ожидайте просто Я села, ждала Когда меня позвали И мужчина, который меня позвал Начал спрашивать, задавать вопросы Что я хочу сделать Я ему сказала, что хочу сделать По медицинской страховой компании Перерасчет Он сказал, что надо Мой Аусвайс И желательно какие-то по зарплате Если я работаю Я сказала Дала все ему эти бумаги Он сделал копию Заполнил все бумаги Какие нужны были И при этом все получается Он еще задавал параллельно какие-то вопросы Не все было, конечно Конечно, понятно Мне на немецком Но он помогал разобраться в этой ситуации И единственный вопрос Который меня смутил Это вопрос был по поводу Какая сумма денег у вас на счету Это я в таком переходе проходила Я ответила честно Какая у меня сумма Хотя он хотел написать ноль Ну, я не стала говорить Что у меня ноль На счету Сказала правду Потому что думала, что Скажет открыть Там посмотреть Еще что-то Ну, как бы я не хочу никого обманывать Потом Сказал, что ответ придет по почте Ждите И все Вернул все мои документы И вот так вот Все это быстро произошло Пять минут дела Теперь просто надо ждать Ответа И результата Пересчитают ли мне Что они там напишут И я буду ждать Вы знаете Несколько дней ходила Сомневалась Думала Делать мне это не делать А вдруг мне откажут А вдруг еще что-то Чего-то вот у меня Прям вообще Сегодня утром встала Ну, мне просто не хотелось Стратить время Выходной Сегодня утром встала И думаю, так, хватит думать Я дольше думаю Себя изнутри вот это Ковыряю Надо брать и делать И поехала Вот такая преданная любовь Ждет хозяина Или хозяйку Это все тут в районе вокзала Эта организация совсем недалеко Можно было не ждать Никакие автобусы Двумя автобусами Кругами я ездила Вокруг вокзала Фонтанчик Все это в районе вокзала Тут Такое кафе Какая вот эта Кельвин Клянь Неудобная обувь Она такая тяжелая Вот все перепробовала Тут Все очень тяжелая Платишь за бренд Кстати, в таком интересном Обувном магазине Мусорник Внизу А сверху можно брать Вот эти носочки На один раз Попробовать Померять Вот так для нормальной обуви Тут делается Капочки Веркин 110 франков Красиво Красиво очень Витрину выкладывают Нарезные всякие фрукты Овощи Все можно взять Тут самостоятельно Точно так же Пробить Клубника с черникой Вообще такие ароматные Какие-то мелкие фрукты Какие тут цены Грибы какие хочешь Опять эти интересные помидоры Интересного цвета За 9 франков Есть вот еще за 11 Бурые Тоже очень вкусные Кстати говоря Смотрите Опять эти цветочки В коробочках На вокзале тоже красиво Очень так Букетики разные Так люди сидят Кушают тут На обед Покупают себе В магазинах Я тоже себе булочку взяла Пропустила очередной поезд Решила взять Купить еды Очереди на обед За едой Что тут покупают Не знаю В магазинах Разные Десертами Где можно купить И торт И все что хочешь Есть такие вот Японские Штуки Где люди покупают Заказывают Садятся И едят сразу Магазины с винами Какие хочешь Огромный магазин На втором этаже На втором этаже С мебелью Совсем на свете И тут эти стулья Наверху Такие Кресла Выбор стульев Конечно огромный Какие хочешь Каких хочешь цветов Все в районе Все в районе 100 франков Плюс-минус Я пришла в поисках Светильника Нравятся мне Такие корзины Для белья Хотелось бы Что-то купить Наверное позже Куплю 40 франков Такая небольшая Средняя корзина В лесу Сейчас идет Активно Уборка Плохих деревьев Все срезается Чистится Сейчас можно Увидеть Много таких мест Где складывают Эти дрова Сегодня Супер погода Птицы Чирикают Такая погодка Горы видны Красиво очень Мне кажется Такое можно Вечно Снимать И смотреть Уже цветут Одуванчики Очередная Огромная Магнолия Высокая Смотрите Как тут Красиво Становится С каждым Все больше И больше Эти цветочки Раскрываются Пчелки Просто Во все Это ароматное Белое дерево Достала Это письмо С почтового ящика И настроение Вообще Испортилось С этим Счетом На 30 франков Какой переезд Чего я должна Там еще Что-то платить Устала я От этого Все Я конечно Понимаю Может тут Так принято Хочешь Не хочешь Платить Наверное Придется Просто Ну блин Задолбали На балконе На солнышке Гораздо теплее Чем в квартире Открыла двери Даже обе Все время Выглядывает Выходит Туда Погреться Не хочет Сидеть В квартире А тут Прям вообще Радусов 30 Такая Погода Купила Полотенце Большое 70 на 140 Постельное И Финики Несколько Вариантов Из недорогих Фиников И за это Все Однала 57 франков Такие Тут Цены 100 Франков И Как Ни О чем Всем спасибо За ваши лайки За просмотры Всем пока-пока Всем спасибо За ваши лайки За просмотры Всем пока-пока Всем пока-пока